Всегда говорить правду. Ежегодно представители масс-медиа и исполнительная власть встречаются, чтобы обсудить самые насущные темы и выработать новые подходы для совместной работы. Городской семинар «Диалог власти и общества» через медиакоммуникации собрал 300 участников. Это работники столичных предприятий, учебных заведений, представители СМИ и администрации районов. Нам важно с нашими коллегами-корпоративщиками, с блогосферой, с пресс-секретарями, которые являются для нас очень часто поставщиками экспертов, компетентных мнений, разъяснений, реакций на критику, выстроить реальные механизмы взаимодействия. Чтобы мы в своей работе продолжали друг друга и были убедительными, актуальными, достоверными. Для нас сегодня максимально необходимо обсудить с нашими коллегами, особенно в период электоральной кампании, как будет выстроена эта работа действительно на подачу объективной информации. А это, я считаю, сегодня первоочередная задача. Семинар – традиционное мероприятие. Главная его цель в формате открытого диалога – обозначить актуальную информационную повестку для всех городских ресурсов, научиться распознавать фейки, говорить на доступном языке, обозначить эффективность работы корпоративной прессы. Первый раз тебя, может быть, любую информацию читатель как бы проглотит, да, потом он с тобой не будет разговаривать, он не будет тебе верить. И вот эту искренность мы постараемся доносить до своего читателя, мы работаем в своем поле. Это стройка. Все, что строится в Минске, об этом мы рассказываем. Также городской семинар был посвящен важному для страны электоральному периоду. Президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января. К этому времени известны 9 фамилий людей, которые могут принять участие в гонке. Кандидаты в президенты могут образовать собственный избирательный фонд. И за счет средств этого фонда покупать эфирное время, печатную площадь. Очень важный момент здесь тот, что средства массовой информации должны предоставлять такую услугу на равных условиях всем кандидатам в президенты. Кроме пленарного заседания организована практическая работа секции по трем направлениям. Участники разберут актуальные кейсы, а также поучаствуют в играх по медиа-реагированию. Полина Макей, Илона Глинистая, агентство Минск Новости.